Человек на все имеет свое собственное представление. Представление является таким неким алгоритмом обусловленности какой-то концепции, обусловленности какой-либо идеи. И человек смотрит сквозь призму этой идеи. Он не замечает этой обусловленности, он не замечает и воспринимает все происходящее как само собой разумеющееся, но является жертвой вот этой обусловленности. То есть фактически человек служит этому эгрегору, который насыщается именно самим собой, потому что человек поддерживает этот эгрегор живым фактом того, что он исходит из этого, не замечая этого, но этому привержен. И с одной стороны, правда, во-первых, есть понимание правды, то есть ментальное представление, но есть правда, это как сущностное ощущение самого себя. Далее, смотри, вот я говорю, самого себя. Здесь тоже есть то, что человек считает собой, но это оживление его представления о том, что быть собой. То есть это оживление идеи. Фактически это иллюзия, это ментальное плацебо. И для того, чтобы человек действительно подошел к настоящей правде, к настоящести себя, он должен, естественно, быть наблюдательным, то есть быть в наблюдении обязательно со стороны. Он должен быть присутствующим, он должен быть бдительным, он должен быть обозревающим, но не обозревающим из себя. Тогда это маленький радиус действия, маленький радиус взаимодействия с собой, окружающим миром. Это должно быть наблюдение за собой, который взаимодействует с чем-либо, с кем-либо или, в частности, с самим собой. То есть получается некое такое расхлопывание, расширение, сферичность. Это то, что и раскрывает естество момента, наполненность момента. И человек начинает видеть то, причем начинает видеть именно внутренним взором, а не глазами, как ошибочно человек пытается все разглядеть. То есть понять умом, разглядеть глазами, услышать ушами. Нет, всему этому предшествует внутреннее состояние обнаружения. То есть внутреннее видение, внутреннее слышание, внутреннее какое-то состояние осознавания, которое зачастую человек ошибочно путается с простым осознанием. Осознание и осознавание – это диаметрально практически противоположные вещи. То есть в одном случае это узкий процесс, такой некий тоннель взаимодействия, в случае же осознавания это снова сферичность, это расхлопнутость, это некая купольность. И правда это некий такой источник, источник связи с сутью себя, с настоящестью себя. Это фактически голос источника, который транслируется через голос. Он рельефным становится именно благодаря голосу. То есть человек обнаруживает, а что же он такое, что же он чувствует, почему он так думает. То есть если сравнить более просто, человек, обусловленный менталом, обусловленным образом себе, образом себя, он находится внутри этой картины, он находится внутри этой ментальной воронки, фактически внутри этого ментального эгрегора. И он ничего не видит, он лишь оживляет механизм этой воронки, механизм этого образа. Человек же, который начинает находиться в наблюдении за всем происходящим, это то, что происходит у нас на практике, то человек начинает различать, в чем разница между ментальным представителями чем-либо и ощущенческим уровнем взаимодействия с этим. И так человек начинает чувствовать, что есть некий тихий голос, незыблемый, непреклонный. Он абсолютно сакральный, но его нельзя путать с голосом личности, с голосом персонажности, с голосом человека, который привык находиться в обусловленности менталом, в обусловленности собственного мышления. Я еще хочу напомнить, вот часто в комментариях под подкастами или под постами пишется, ну, кем-либо, неважно сейчас имена, о том, что понять бы, что вы написали, или да, понятно, или нет, непонятно. И зачастую я уже даже просто на это не отвечаю, потому что само вот это послание говорит о том, что человек именно находится в ментале, обусловлен мышлением, и внутри мышления ничего не находится из того, чтобы уловить, что же такое сознание, суть сознания, бытийность. И человек, получается, идет в ту область, в ту сферу, где мышление бессильно. Оно, да, оно может помочь, но оно вторично. Это второстепенный фактор, но не основной. Но человек, который этого не распознает, не знает, не ощущает фактом себя, естественно, будет ему невдомек, ему будет казаться, что нет, вы неверно объясняете, вы неверно подаете, вы неверно доносите. Как угодно, потому что человек очень хочет разжевать. Ну вот смотри, простой пример. Если я говорю тебе, побудь в наблюдении за тем, как ты звучишь, как ты говоришь, почему именно таким образом ты выбрал слова, это один фактор, это один алгоритм, одна ипостась. Если же я тебе просто скажу, слушай, представь, что вот сейчас ты очень уверенный в себе, или представь, что сейчас ты обнаруживаешь тишину. Смотри, что происходит. Человек слышит команду, слышит призыв ментальный, даже информационный сигнал, и он следует за этим информационным сигналом. Он начинает представлять, как сейчас он обнаружит тишину. Ужас-то заключается в следующем, что человек абсолютно удалился в другом направлении. Он ушел в идею о том, что такое тишина, или пустота, или что-либо еще. То есть впереди идет идея, которая нивелирует степень осознания, степень ощущений. Она сводит все это на нет. И человек никак это не может уловить, что он пытается посредством мышления получить ответы от сути. А ответы от сути получаются только в результате разотождествления с обусловленностью мышлением. Если даже человек борется с мыслями, если он пытается их остановить, остановить внутренний диалог, убить ум, он борется внутри идеи. На самом деле, как таковой борьбы даже нет. Он просто находится в иллюзии о борьбе и в иллюзии о борьбе с идеей или с чем-либо. Но по факту ничего не меняется. Он лишь уплотняет с собой ментал, ментальную чистоту, ментальную постась. И выбираться с каждым разом из этой плотности будет все сложнее и труднее. И однажды станет совершенно невозможно. Поэтому правда – это такое состояние обозревания, обнаружения с собой через ощущение тела, что же такое я. То есть, например, если человек говорит, вы знаете, вот это я послушал, мне нравится, резонирует, это для меня истина. Видишь, он находится внутри этого вывода. А надо посмотреть, как бы отмотать назад, сделать шаг назад. А почему я решил, что это истина? Ага, а потому что я вот рос, и мне бабушка говорила, мама говорила, школа говорила, друзья говорили, что это верно. И человек находится в доверии вот такой концептуальности. И есть такой закон негласный, что он, по вере вам, воздастся. То есть человек оживляет с собой тот закон, который становится для него непреложным, неизбежным, незыблемым. То есть человек сам творит, грубо говоря, свою тюрьму. И никто его не освободит, если человек прежде не уловит, а что же такое его реальность? Что же такое этот момент, в котором я нахожусь? Каким образом я мыслю? Потому что если человек пытается понять что-либо через мышление, он не замечает самую большую опасность. А как функционирует это самое мышление? Что значит мое верование? Что значит моя парадигма? Что значит мое мировоззрение? На чем это базируется? Ведь я говорю, если мы приедем в какую-то мусульманскую страну и скажем, нет, ислам это не то, или Аллах это не то, а вот Христос то или Будда то, то явно мы столкнемся с жестким противостоянием. Или наоборот, если люди из другой веры, из той же самой мусульманской веры приедут в христианскую страну и скажут, слушайте, ваша вера не то, ваш бог не тот. То есть опять конфликт, но ведь на самом деле идет борьба идеологий. А где хранится идеология? Это образ, это концепция, то есть это все хранится в подсознании под названием образ себя, то есть та парадигма, которая рулит человеком. Что касается правды, что же человек может прочувствовать в связи с этим, срезонировать с этим, каким образом? Правда, это не то, что я кого-то люблю или я кого-то не люблю, это мне нравится, это не нравится. Это тоже может, конечно, иметь место быть, но это не основной фактор, не основной алгоритм. Сама правда – это естьность самого себя. То есть, например, мне это нравится, и человек начинает рассматривать, а почему мне это нравится? Или человек говорит, это полезно, и надо задать себе вопрос, а вы откуда это взяли, что это полезно? Или это опасно, а вы откуда это взяли? И тогда человек скажет, ну я услышал, мне там кто-то сказал, я прочитал. И тогда человек выйдет на то, что он получил эту информацию, но он ее не знает собой, он лишь доверился информации. Я еще раз говорю, я не призываю ни в коем случае бежать куда-то на край света и быть в ней информации. Совершенно разные параллели – это в том, что быть обусловленным чем-либо или быть в разотождествлении с чем-либо. То есть биться и бороться, и от чего-то избавляться абсолютно не надо. Во-первых, включается механизм «не протився злому», ибо оно множится. Во-вторых, человек никогда ни к чему не придет, он увязнет в этой борьбе, а менталу – это только на руку. Все, что человек должен обнаружить, ощутить и воспроизвести собой – это фактор разотождествления. Есть я и мои мысли, есть я и мой процесс думания, есть я и мой вывод. Но не я как думание, но не я как вывод. Потому что в одном случае человек схлопывается, у него маленький радиус взаимодействия, он фактически сужается в точку. В другом случае человек расширяется, он охватывается, он разрастается и становится моментом себя. Не просто в моменте, а моментом себя и моментом собой. Поэтому правда – это некий эликсир естьности, эликсир сущностного присутствия, которое точное, как нить ариадная, выводит из информационного сна навстречу себе бытийному, в дом самого себя неприходящего, всегда целого, всегда совершенного, единого, всегда одного.